Спасатели Приморья находятся в режиме повышенной готовности из-за тропического шторма Франциско. 40 человек и 7 единиц техники отправились в наиболее подверженные паводкам районы края – в Уссурийск, поселки Барабаш и Лозо. Также в Кавалеровский район выехала группа спасателей Приморской поисково-спасательной службы. Полный же состав аэромобильной группы оперативного реагирования – 100 человек и 12 единиц техники. В данных районах будем проводить мероприятия по мониторингу русла рек, по возможному оказанию помощи доставки воды и спасению пострадавших при возможных подтоплениях. Сейчас в готовности к реагированию находятся 10 аварийно-спасательных бригад в составе 36 человек и 10 единиц техники. Для ликвидации возможных аварий на объектах электроснабжения и ЖКХ сформировано 746 ремонтно-восстановительных бригад. Возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, возникновение происшествий на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры. Также возможно обрушение рекламных счетов, слабо закрепленных конструкций и падение деревьев. Туристам следует отложить выходы на маршруты, а владельцам маломерных судов не выходить на макваторию на период действия предупреждения. Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует населению на время действия экстренного предупреждения и комплекса неблагоприятных явлений принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества. Ранее спасатели и синоптики предупредили приморцев о приближении тайфуна Франциско. Утром и днем 8 августа, ночью 9 августа в Приморье ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, грозы и усиление ветра до 23 метров в секунду. На реках возможен подъем уровня воды. Тайфун дальше пройдет на северо-восток, прижимаясь к побережью Приморского края. Наиболее опасная траектория для города находки, партизанского района, Лазовского района, Ольгинского. Прекращение ослабления дождей начнется с юга, где-то ближе к концу, во второй половине дня, 8 августа и к вечеру. Это Хасанский район, Владивосток, ну и дальше постепенно с юга на север. Напомним, восьмой по счету тайфун Франциско образовался 1 августа над акваторией Тихого океана. Во вторник утром ливни и сильный ветер обрушились на юго-запад Японии, а вечером на корейский полуостров. После чего шторм повернул на северо-восток, в сторону Приморья. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом.